Многие девушки мечтают выйти замуж за принца, но не у всех это получается, ведь принцев мало и на всех их не хватает. А вот у одной девушки из далекого Калининграда получилось, правда она этого совсем не хотела, а мечтала стать актрисой. Сегодня я покажу вам места, связанные с калининградской Золушкой, бывшей первой леди России Людмилой Путиной, ее родной дом, школу, где она училась и места, где она была в детстве и часто бывала уже с официальным визитом. Итак, Людмила родилась в Калининграде 6 января 1958 года в простой рабочей семье кассира из автоколонны и рабочего ремонтно-механического завода Екатерины и Александра Шкребневых. О прошлом семье, о друзьях и местах с ними связанных сейчас известно мало, так как породнившись небезызвестным всему миру работникам КГБ, большая часть этой информации была изъята из архивов. Известно, что сначала Людмила училась в школе номер 44 Калининграда, но всего лишь в четвертом и пятом классах. Учителя вспоминают, что в 44-й хозяйничала шпана, с которой у Людмилы не сошли взгляды на жизнь. Восьмую школу Калининграда Людмила переводила со слезами, но именно эта школа уже с почетом и грамотой в 1975 году выпустила будущую жену президента во взрослую жизнь. Кстати, там даже открыт небольшой музейчик с фотографиями известной ученицы. Видно было, что девушка была со всех сторон положительной, не боялась работы, поэтому карьера в Калининграде у нее была самая разнообразная. Она успела поработать и пештальоном, и даже токарем. На заводе Торгмаш, сегодня это заброшенный комплекс в районе Нижнего пруда, работала учеником токаря-револьверщика, где получила второй токарный разряд. А еще работала санитаркой в больнице и руководителем драмкружка в Доме пионеров. Узнав, что набирают стюардесс, с удовольствием занялась и этим, поработала стюардессой на внутренних линиях. В 1986 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности филолог-романист. Позже преподавала немецкий язык в Ленинградском государственном университете. Однако Людмила всегда с детства мечтала стать актрисой и даже попыталась осуществить свою мечту, но не прошла конкурс в Ленинградский театральный бус. А может и к лучшему, ведь так она была бы просто актрисой, может даже известной, но жизнь у нее сложилась по-другому, как в романе. А вот с сотрудником Ленинградского управления КГБ Владимира Путиным она познакомилась во время поездки в Ленинград. В их отношениях никогда не было особой романтики, как вспоминала сама Людмила. Держанный и закрытый, Владимир не признавал сантиментов, цветов без повода не дарил, комплиментов не говорил. Тогда же он предупредил, что у него очень тяжелый характер и посоветовал хорошо подумать, прежде чем принимать предложение. Но Людмила, не задумываясь, ответила «Да». Целый год Люда встречалась с Володей Путиным, прежде чем решилась официально познакомить его с родителями. Как рассказывают бывшие соседи, Екатерине Тихоновне парень понравился. Она рассказывала соседке, что он серьезный парень, надежный. Только вот удивительно, сидим мы за общим столом, решили выпить за встречу, а он стакан еле пригубил, вдруг зашитый. Родители Людмилы долго не могли понять, чем же занимается их потенциальный зять. Такая скрытность молодого человека была не очень понятна кассирше из автоколонны и рабочему ремонтно-механического завода. А вот семьей Владимира знакомство поначалу не задалось. Самым неприятным для Людмилы было то, что предыдущая пассия Владимира очень нравилась его маме, а к Людмиле она отнеслась настороженно. Но, несмотря на все это, в 1983 году в Ленинграде пара поженилась. Что было дальше, все прекрасно помнят и фильм не о личной жизни, а о родных местах, то есть в Калининграде. Перейдем же к улицам и домам. Жила Людмила, ее родители и сестра Ольга по адресу в Калининграде, улица Лермонтова, дом 1. Сегодня это мало чем примечательный дом в престижном районе города. Самый практический центр. По воспоминаниям жителей, крыша здесь всегда текла. Хотя Шкребневы и жили на первом этаже, после дождя мать Люды, Екатерина Тихоновна, все равно ставила таз на кухне, как раз точно знала, где будет течь. В квартире были страшные сквозняки, поэтому теща президента передвигалась по жилищу исключительно в вален. А Люда в детстве часто простужалась и болела. Уже много позже здесь положили новый асфальт и сделали удобный подъезд к дому. Соседи вспоминают, что в былые времена не раз помогали тогда еще молодому Владимиру Владимировичу толкать заглохшую в грязи машину. И наверняка это ему запомнилось навсегда. Уехали Шкребневы Ольга и Екатерина Тихоновна из дома на улице Лермонтова внезапно, сразу после того, как Путин стал президентом. Гарант потом отшучивался, мол, родичей достали местные журналисты, однако и одноклассники, и бывшие соседи убеждены, что дело здесь в чем-то другом. Но мы не будем докапываться. Съехали очень быстро, в одну ночь. Квартиру быстренько продали, а старенькую мебель сдали в комиссионку. Впервые, в качестве уже первой леди, Людмила Путина приехала в Калининград в 2005 году во время празднования 750-летия города. Это был единственный раз, когда она официально побывала в родном городе вместе с супругом, президентом Владимиром Путиным. Тогда торжественно открыли и новый городской парк. Как рассказывает сама Людмила, здесь я провела детство и юность, даже в озере купалась. Я так рада, что здесь снова появились качели, на таких я каталась в детстве. Кстати, мы до сих пор шутим по этому поводу, называя парк не просто юность, а парк имени юности Людмилы Путиной. Позже первая леди бывала в Калининграде еще несколько раз с официальным и неофициальным визитом, но уже всегда без супруга. В 2007 году Людмила Путина побывала в Калининграде с неофициальным визитом. В парке юность открывала ледовый каток и говорила. Мне очень приятно, что в моем городе появился каток, о котором мы в детстве и не мечтали. Тогда мы катались на озере Тельмана, сегодня мы его знаем как пруд верхний. В не слишком снежные зимы лед на озере был зеркальным, но разве с этим его сравнишь? Рассказывают, что услышав о подставке Ельцина и поняв, к чему это все приведет, Людмила прорыдала несколько часов. Она очень хорошо представляла, какая жизнь ее ждет. И в отличие от других современных золушек, именно Людмила такой жизни и не хотела. Людмила Путина не была публичным человеком, не любила, когда на нее обращали внимание. А отныне ей придется все время быть на виду, под прицелами телекамер. Муж, которого Людмила Александровна и так видела не слишком часто, теперь и вовсе исчезнет из ее жизни, полностью погрузившись в никогда не прекращающуюся работу. Однако, как истинная первая леди, она никак не дала мужу понять, как ее пугает будущая перспектива. И решила для себя, раз супругу это важно, она будет его поддерживать и поддерживала, сколько могла. На этом история калининградской золушки не закончилась, но это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова